всем привет у микрофона кабе добро пожаловать на утренний gsl 7 утра по москве но уже есть зрители на прямой трансляции и они вместе со мной из первых рук узнают как же выступать на этом сезоне gsl maru который начинает для нас группу е 1 групповой этап 2 сезон gsl 2020 групп который помимо мару выступает один из новичков очень много говорили о новой крови этого сезона ну и новая кровь везет с собой новая стратегия было предматчевое интервью с участием принца который будет играть против мару в первом матче и он сказал что я рад что мне попался терран по крайней мере пусть это даже и мару надеюсь что я смогу что-нибудь показать вот о чем шла оказывается речь начинает принц этот матч зафатонивание при том что мару сам ставит прокси барак мару ставит барак правда не очень далеко от дома так что рипер например сюда сможет довольно оперативно прилететь но проблема в том что к тому времени фотонки уже достроится и мару по идее мог бы вывести рабочих спилить потонки внизу но он решил не тратить на это время но я так понимаю что задумка в том что бункер находится вне ренджа фотонок единственно что его надо достроить и в него должен сесть рипер и задефать ой 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 бункер был в ренджа фотонок вот это ошибочка от мару которая будет стоить ему игры скорее всего карта действительно прям идеально подходит для зафатона совершенно другая могла бы быть ситуация играемару стандарт с бараком дома но этого не произошло и в итоге фотонки достраиваются мару придется улетать орбитальной станции он естественно потеряет часть рабов потому что тут четыре фотонки принц перекрывает и не пропускает но точнее пропускает в итоге но мару теряет на этом объезде очень много рабочих у него остается всего 9 рабов есть астана протез просто ставит гейт причем ставит его по-прежнему на прокси пилоне здесь есть две фотонки рик ничего не может сделать ну и что остается мару он построил факту она достроилась и перелетает вниз мару есть два рипера интересно что можно попробовать зафатонить его сверху там явно будет по крайней мере 1 фотонка доставать но поскольку есть уже факта наверное это излишнее потому что можно сделать танк можно сделать циклона там подсветить бараком сцепить фотонку мару выбирает циклона действительно приезжают его рипер начинают пинать ассимилятор там что-то большее запинать им трудно здесь мару дает себе вижен действительно у принца похоже что план на фотонке на самом деле вполне можно сделать что-нибудь другое в этом прокси мне кажется например старгейт амару похоже того-то пилон не видит у него контроль карты с другой стороны он тут развлекается бомбочками пытается убить добычу газа да и пошла фотонка наверху довольно очевидная штука она вряд ли прямо убьет много рабов но в любом случае она задержит добычу пока там циклон будет с этим разбираться циклон может еще уехать в атаку и там действительно шел старгейт ведь у дураков и у потонщиков мысли сходятся мару решил убить фотонку первым делом для того чтобы напрячь фланга минеральную линию не стал сразу цеплять именно nexus не знаю как вам мне кажется принц себе кучу трудностей придумал то есть просто у него могли быть эти юниты дома с батарейкой а но он ставит на эксус 3 не мару и нажимает рекол чего stalker 1 битва к тому же мару вынужден был улетать но он просто перелетит на другую базу которая не за потони на нексус убит на новый нексус будет еще очень нескоро мару прям показывает нам почему потони терминов это не такая крутая идея кстати интересно что там со строгейтом у принца нет ресурсов минералов на строгейтовых юнитов попытался он здесь зажать этого циклона не получилось да минус все пробки stalker пытается куда-то прийти и приходит прямо в лапы к циклону такая вот первая игра от нового игрока на gsl принц не то что прям совсем новый игрок по всем фронтам я думаю что о нем могли слышать те кто более-менее следят за онлайн турнирами там он иногда светится скарлетт на интервью предманчивым говорила о том что часто попадалось на ладдере с этими игроками но оно и понятно не из мастер лиги же с 5 200 они пришли сюда на gsl так что естественно есть они на ладдере естественно они играют но играть на ладдере это одно побеждать мару на gsl немного другое второе пока не получается 1-0 в пользу мару карта death aura будет на сет номер два я думаю все таки что наверно зафатоны против террона должны да и вообще зафатоны должны чуть поспокойнее продолжаться без излишних инвестиций до заблочила рабов супер круто убил много рабов пока они выезжали на самом деле может быть реально там было глухую стенку поставить но не получилось не получилось все дальше гейт дома пилон внизу батарейка там nexus сталкеров побольше не знаю ладно смотрим второй сет снова поехал разведывательный в этот раз рабочий снова поехал рабочий но в этот раз разведывать не давайте поменяем слова местами это у меня такие предложения в стиле поме немножко получаются не а а а а а а а Нексус после кибернетки ставит принц в этот раз в полном соответствии с метовыми стандартами. Ну и видит, что у Мару Барак стоит дома. Никаких мега неожиданностей, но Мару и в прошлый раз Барак просто чуть-чуть прятал, играя на репутации человека, который часто лепит Фрокси. С такими стенками, конечно, тонкие вот эти нюансы с раллипоинтами, потому что может юнит выйти и застрять, но я так понимаю, там чуть выше горизонтали стоит раллипоинт, поэтому по идее юнит должен появиться сверху. Бункер ставит Мару. Да, ну адепт вообще никуда не пошел, очень ранний Твайлайт. Опять заготовка какая-то у принца, я подозреваю, что это дроп дарков, но посмотрим, то есть это может быть и блинг, просто в какой вселенной ты хочешь сыграть защитный блинг против Мару, да и любой блинг против Мару, если ты сам не партинг. Но на этой стадии нельзя отличить эти билды, поэтому сейчас узнаем, доделывается Твайлайт. Ох, не угадал, два варианта перебрал, истинным был третий, но на самом деле существует еще четвертый Глэйвы, конечно, главный адепт этих адептов в армии сейчас. Дальше перекрывается принц гейтами, и от разведки немножко защититься и от проезда Гиллионов, если бы Мару их делал, но мы видим, что Мару Лаба. И четвертый гейт. Ну тут, по идее, и больше уж нужно. Да, я так понимаю, что это типа 6 гейтов должно быть? Всего два раба добывают газ. Слушайте, а может быть и не получится? Шесть нудей! Куда ж ты пропускаешь-то, ну? Ну юниты рядом со стенкой стоят. Ёшкин корень. Я понимаю, что это Мару, но ведь это просто райт-клик. Трёх рабов, принц, на ровном месте. У него билд выверен там идеально до пробочки. И такие потери. Мару, конечно, ничего не понял. Он видит, что делаются там какие-то гейты. Думает, что это блинг, но... Просто окей, он думает, что это блинг. Он ставит бункер. Или не ставит. Ты обманул кондуктора, у тебя чардж. И что, третий нексис? Ну тут, на самом деле, конечно, не факт, что это не было частью плана. А что, Мару увидел третий? Почему он отменил бункер? Я ничего не понял. Прилетает завар. Любопытная история. То есть, третий нексус таки пошёл. Минимальная добыча газа. Поэтому, наверное, можно себе это более-менее позволить. Танки тут по задумке должны френдли фаером надавать по рабочим. Ну и действительно, 10 ССВ так-то погибает. Пошёл ещё один мощный завар. Видимо, Рэйвен не будет кидать матрицу. Мару пытается что-то размикрить. У него очень мало пехоты. Минус 20 ССВ уже. Да, турель не достает Рэйвен. И ещё раз разворачивается призма. Недостаточно у морпеха урона, чтобы её сбить. Но вот теперь сбивает мародёр в шикарной позиции. Он тянет время просто как царь. Но медивак это нет. Поэтому мародёр всё-таки погибает. У Мару остаётся 16 пробок. Да, вот такие замечательные билды есть у расы под названием Протос. Мару, не Мару. Многоликому богу всё равно. Ну, Мару отбивается. В итоге у него 17 рабов. Если он и это вытащит, то я просто не знаю. Бункер Мару ставит опять. А теперь-то его никто не улынет. Там форджа, три батарейки. Вот в этот раз принц будет поспокойнее продолжать игру и пытаться довести её до победы. Блинк у него делается. То есть он, по идее, чего должен ждать? Какого-то мощного выхода с пехотой? Пехотой, вернее. Но вроде бы Мару не фанат делать улыны с рабочими. В данном случае для принца это, по идее, хорошая новость. Ну, батарейки, конечно, всё равно не помешают. Но дропчик такой от Мару полетел. Восемь пацанов. Да. Да, делить войска тоже не самая тривиальная задача. Не доделался. А, ну Мару просто видит раскачанную третью базу и ливает сразу. Окей, ну, я думаю, принц уже сейчас чувствует, что пришёл сегодня в Африка-студию не зря. Скатал две лучшие свои стратегии. Одна из них всё-таки пробила Мару. А представляете, если бы он чуть поспокойнее сыграл за Фотон и выиграл бы им, это было бы 2-0 сейчас. Мару отправился бы в лузерах играть. Против проигравшего Зерга в паре с Карлет Арманем. Но такой кошмар фанатов Мару пока не становится реальностью. Третий сет пройдёт на карте Пиларсов Голд. Ну, что здесь можно придумать? Карта такая специфическая. Прокс и Старгейт, мне кажется, надо играть. Мару, конечно, в такой незавидной позиции, когда ты вот прям явный фаворит, а против тебя явный Чизер, который, ну, там всю жизнь готовился к этому моменту и ещё не спалил никаких стратегий. И, скорее всего, ты о нём ничего не знаешь. И вот сиди и угадывай. Подбрасывай монетку, от чего тебе надо отбиться. Сложен сыграть Билдордер, который отбивается от всего. Да, ну вот начинает Мару с того, что просто нафиг наглухо. Просто наглухо. Иди, говорит, в баню со своими зафотонами. Я пилон, ой, в смысле, соплай пораньше поставлю. Ничего страшного, не переломлюсь. Без ТЦ сыграю с быстрой фактой. Ну, вот что ты тогда придумаешь? Мару такое чувство, что в том числе тоже ждёт прокси Старгейта. Естественно, быстрая факта с Циклоном хорошо отбивается от этого. Но тут не прокси. А, ну, хотя, просто прокси пилонами. То есть, дом, то может быть, Старгейт и будет. Или снова Твайлайт в тех же Дарков, например. Но Адепт первым юнитом косвенно подтверждает обе версии. Старгей. Окей, всё-таки этот вариант. Проблема Старгейта, конечно, из дома. В том, что он может дать небольшое преимущество. Вообще, кстати, не странно ли его играть, когда ты видишь, что там, скорее всего, факта наверху. А может быть и в прокси. Инфы же нет у Принца особо. Но на самом деле он там вроде пытается разведать. Так, а что там вообще? Чей юнит-то ездит в правой части карты? Это, по идее, СВ-шка должна быть вроде. Я думал, что не станет ли она лепить прокси Старпорт. Но вроде нет. Адепта не пускают. А, ну Медивак просто дом. Господи, какой прокси Старпорт. Оракула, блин, заказывает с ралли-поинтом, причем домой. То есть он, по всей видимости, как раз-таки и ждет дропы гелионов. Да, Амару решил просто не играть целиком сейфовые темы. Он решил играть сам в агрессию. Что бы ты там ни делал, как бы ты меня там не напрягал ранними билдами и харассом, я сделаю это лучше. Возможно, в такой ситуации было бы круто юнит это местами поменять. Посадить морпехов в Медивак, отправить гелионов. Ехать. Амару по-другому распорядился. У него морпехи идут на натурал. А вот на Мэйн прилетит Медивак с гелионовами. Именно там ждал Оракул и ждет до сих пор. И Феникс есть. Ох, как принц хорошо готов. Ну, теоретически он по-прежнему может потерять работу. Но не очень много. Блин, да 8 штук. Ну, откуда вообще? Когда они успели? 8 пробок, господи. Еще и спасаются 2 гелиона. Ну, Феникс. Их-то дотыкает. Гелионы высаживаются в последний момент. Почему так долго они? Да, они ждали, когда у Оракула энергия закончилась. Просто пережидали в Медиваке, пока он не умер. И не взорвался. А потом сбросились и еще минус 3. А Амару пошел перехватывать Оракул. Причем в такой позиции, где увидеть эту ямку, ну, очень сложно. Принц вообще непонятно, полетит ли вперед. Он продолжает строить именно Фениксов. И третий Нексус. То есть, по сути, он собирается играть макро из преимущества. Если он, положим, подраскачает третью, там 50 рабов, дальше чардж. Прямо выглядит как план, мне кажется. Потому что, конечно, доводить игру против Мару до стадии, когда у тебя там будет... Четыре базы, два фронта дропов, мультитаск. Это, возможно, не самая крутая идея. И Мару вот в такой выход отправляется с танком. И вот не особо-то много, но он, наверное, будет бункер ставить под третий. Минки тоже отправляются вместе с ним. Очень много Фениксов. Да, пошел чардж, но... По идее, к этой атаке он вообще никак не успевает. А где раскладываться Мару? Возможно, не на третий. Возможно, он будет пробивать вот эту стенку от запрыгивания с кибернеткой. Ну, раз там зил, то эта кибернетка невольно поважна. Нет, Мару сразу к натуралу. Два... Две турели против Фениксов. Закапываются мины. Ну, Ревелэйшн нужен для начала. Он включает разогрев. Вместо этого удается... Ох, как мины! Убили Фениксов. Но есть еще один Феникс, он поднимает. Даже два. Поднимает этот танк. Но танк по-прежнему живет. А на земле три адепта. Да, они какое-то время тащат под батареверчарджем. Но он тоже не вечный. Да, в арбитрах сталкеров танк еще ближе. Мару... Ну, просто двухбазовый такой. Почти улыб. На самом деле, там 40 рабов. Он вполне мог поставить третий ЦЦ после этого. Да, возможно, это ответ. То есть, просто свою агрессию сыграть. Если бы чуть-чуть больше времени было у Принца, появился бы Чардж. Совсем другая могла бы быть история. Но ее нам расскажут в другой раз. В Венера проходит Мару, пусть и со счетом 2-1. Но Принц покажет нам матча против Зерга в матче нижней сетки. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а сначала будем смотреть ЗВЗ между Скарлетт и Армани в следующем матче этого игрового дня. Принц. 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 Принц.